Информационная война Информационная война Информационная война Информационная война Информационная война И вот буквально вчера прошла большая пресс-конференция министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Викторовича Лаврова, который ответил на вопросы журналистов и дал такой некий отчет о внешнеполитической деятельности Российской Федерации в 2015 году. При этом он обозначил, что поскольку уже почти месяц 2016 года прошел, естественно, он ответил и на вопросы журналистов и по событиям января. И один из самых ключевых, самых важных вопросов, это, конечно, была Украина, встал корреспондент агентства Униан и задал вопрос, мы к этим вопросам с вами уже привыкли, многие из вас в Фейсбуке, ВКонтакте, в Одноклассниках, мы переписываемся по-прежнему в той или иной степени с украинцами, с которыми мы знакомы, и, в общем-то, вот эта разница в понимании, разница в подходах, она на этой пресс-конференции и проявилась. Корреспондент Униан задал вопрос о русском мире, типа, что это за виртуальная выдумка, какой еще русский мир, и как, мол, Российская Федерация будет оправдываться перед всем человечеством относительно войны, которую Россия развернула на Донбассе. На что я всем, кстати, рекомендую найти в Ютубе это достаточно не очень длинное выступление министра иностранных дел, на что министр иностранных дел ответил просто исчерпывающе, потрясающе эмоционально и корректно, что самое интересное. Он коснулся очень многих вопросов. На самом деле, украинцы, которые, и корреспондент Униана в том числе, и украинцы, которые с нами общаются, и которые комментируют наши события, которые нас там обвиняют в предательстве и так далее, и так далее, они, как обычно, в софистике, они скрывают один самый ключевой факт и начинают напирать на то, что Украина якобы в традиции, в преемственности, как будто никакого государственного переворота и не было. Она, мол, подвержена и подчинена международным правовым документам и так далее, и так далее, и совершенно закрываются глаза на то, что был Майдан и, в общем-то, был государственный переворот. И с этой точки зрения Сергей Лавров очень четко указал корреспонденту Униан, опять же отсылаю к первоисточнику, посмотреть своими глазами, относительно того, что русский мир это не выдумка, это реальная данность. Русский мир, безусловно, на протяжении последних 25 лет не был так объединен, как это происходит сейчас. Русский мир это точно такая же категория, как, например, армянская диаспора по всему миру, венгерский мир по всему миру, а Украина это государство, на котором есть национальные общины очень многих народов. И, соответственно, русский мир, к нему его можно любить, можно не любить, но Российская Федерация исходит из того, что русские, живущие на Украине, не должны быть людьми второго сорта. Они должны иметь право пользоваться своим языком, совершать государственные документы, оборот, на русском языке, проводить мероприятия, которые подчеркивают их культурную самобытность, самоидентификацию и так далее, и так далее. И ни в коем случае, согласно международных документов, государство обязано, во-первых, обеспечивать такое самоопределение, ни в коем случае государство не имеет права применять вооруженные силы, по всем конституциям, кстати, всех государств в мире, против своего народа. И дальше, в общем-то, Лавров разложил по полочкам практически все тезисы того, что мы с вами обсуждаем два года подряд. Украинский корреспондент ничего, понятное дело, не ответил, но в целом вот это выступление Лаврова, оно является квинтэссенцией не только 15-го года внешнеполитической деятельности, оно является суммой тезисов, которые мы с вами обсуждали и используем в общении и 14-го, и 15-х годов. На этой пресс-конференции Лавров коснулся вопроса, связанного с Канадой. Тоже украинский вопрос, не в малой степени. Он отметил, что украинская диаспора, которая занимает достаточно ключевые посты по своей влиятельности в Канаде, она определяла политику этого государства, которое привело к санкциям, к разрыву многих экономических взаимоотношений, что на самом деле не является национальными интересами Канады. И вот этот вот украинский вопрос, который пронизывает получается и Атлантику, который с устами корреспондента Униан разжигает рознь, подчеркивает, как будто бы между Россией и Украиной существует вооруженный конфликт, что самое интересное, на всех международных встречах, где присутствует, ну например, нормандская четверка, где приходилось сталкиваться, например, Порошенко Путину и руководителям Германии, Польши, Франции и так далее, Порошенко никогда не заявляет о том, что он имеет место агрессия внешних или соседей на Украину. Но как только рядом нет представителей Российской Федерации, он начинает показывать какие-то документы, паспорта, какие-то осколки каких-то там обшивок разных автомобилей и так далее. То есть происходит вот такая, знаете, подмена, когда всему международному сообществу рассказывается сказка о том, что Россия вторглась на территорию Украины. При этом все прекрасно понимают, что Россия, если уж воюет, то это происходит примерно так, как в Сирии. А если война не происходит, то, понятное дело, вот все происходит в таком вяло текущем режиме, когда ни войны, ни мира. Кстати, ситуация на Донбассе, она по-прежнему достаточно жесткая и критическая. Сегодня был подорван памятник Ленина, при этом Ленин устоял. Многие дончане это воспринимают как символическое событие. Но Украина не только внешнему миру ретранслирует сказку об агрессии России, она, естественно, зомбирует свое население. Для этого работает достаточно развитая пропагандистская машина, которая при помощи украинских телеканалов, при помощи сайтов, при помощи вот этой журналистской братьи, действительно осуществила достаточно любопытный медийный эксперимент, когда люди, даже рожденные во времена Советского Союза, даже люди, которые несколько лет назад исповедовали, знаете, вот эту философию, что если начнут стравливать украинцев и русских, надо стать спиной друг к другу и расстреливать тех, которые стравливают. Тем не менее, эти люди, находясь вот в этом информационном поле, которое ограничено, туда не допускаются, например, российские каналы, все время круг общения один и тот же. При этом еще и развито так называемое стукачество, о котором очень много приходит сообщений, когда висят прямо на столбах борды, куда звонить, в случае, если вы увидели сепаратиста, там, ватника и так далее. Люди уходят в подполье, они не обсуждают это все, но, тем не менее, создается впечатление по общению в социальных сетях, по прочтению разных статей, заголовков и так далее, что на Украине население бандеризировано чуть ли не поголовно. Это не так. И вот, оттолкнувшись от пресс-конференции Сергея Викторовича Лаврова, коснувшись вот этого вопроса, заданного корреспондентом УНИАН, я хочу поднять вопрос, который телезрители программы «Информационная война» и радиослушатели задают в последнее время все чаще и чаще. Все понимают, что на внешнеполитическом фронте у России достаточно большие успехи. Все понимают, что своим выступлением в Сирии, и ответом на приглашение легитимного правительства Сирийской Арабской Республики российские ВКС действительно переломили ход событий на Ближнем Востоке. Но, тем не менее, все телезрители как один отмечают, что гуманитарная ситуация на Украине, вот это посеивание вражды, вот это вот, знаете, зомбирование населения, когда, ну вот, просто невозможно говорить с людьми, там агрессия. Это сказывается не только, кстати, в социальных сетях. Некоторые делегации украинские на протяжении, там, 15-го года приезжали в Питер, в Москву, на всевозможные, знаете, конференции, на всевозможные форумы по различным видам деятельности, и предприниматели, и маркетологи, даже медовары. И действительно отмечается ситуация, при которой украинская делегация всегда держится особняком, всегда есть агрессия. Это, собственно говоря, даже проявляется на некоторых курортах, где периодически, ну, приходится сталкиваться русскоязычным людям с Украины и русским из Российской Федерации. И вот с этой ситуацией действительно нужно что-то делать. Поскольку наша программа называется «Информационная война», а по большому счету это даже не война, это улаживание. Название у нас достаточно агрессивно звучит, но на самом деле, и вы подтвердите, мы из эфира в эфир, мы на самом деле ищем способы для того, чтобы конфликты уладить, для того, чтобы это не привело к кровопролитию, и мера кровавости событий на той же Украине, на Донбассе, в Причерноморье, в Приднестровье, чтобы она была уменьшена по возможности до нуля. И вот возникает вопрос, как методически, что необходимо сделать для того, чтобы мера кровавости на Украине была понижена. И дело даже не в том, что Российская Федерация претендует на эти земли. Российская Федерация, а сейчас такой кризис, она на самом деле, в общем-то, имеет массу своих проблем, и структурных, и связанных с работой, с инвестициями, связанных с общим падением производства, а это во всем мире происходит. Соответственно, агрессии России в сторону Украины, в принципе, нет, никакой и не было. Есть только желание иметь у себя соседа, стабильного соседа, уравновешенного, который еще имеет определенные остатки высоконаучного производства. Тот же, например, Антонов концерн, это один из представителей вот этого в прошлом промышленного потенциала Украины, который за 25 лет разбазарен, и вместе с Львовским автобусным заводом, вместе с производствами Запорожья и Днепропетровска, в общем-то, уничтожается на корню. Так вот, Россия стремится только к тому, чтобы сосед, который находится и у нас с вами, буквально в 200 километрах, ну, я имею в виду до Чангара, тут буквально соточка, да, и при Черноморье начинаются степи, начинаются уже вот за сотым километром. И с точки зрения всей Российской Федерации Украина, это достаточно непростой сосед, даже не в смысле того, что население там зомбировано и ненавистно, а в смысле того, что на территории Украины находится каскад днепровских ГЭС. На секундочку. Если, например, с этими ГЭС что-то случится, то волна цунами может накрыть даже Стамбул. На территории Украины находятся, например, атомные электростанции. Любое соседство, любое государство, которое соседствует с такой страной, оно безусловно заинтересовано в том, чтобы обезопасить себя и с экологической, с военной, с гуманитарной точки зрения. Если, например, не дай бог, мог случиться техногенная катастрофа на Украине, а это вполне может быть с учетом того, что прослойка жира или, знаете, вот это вот благосостояние народа упало резко, денег не хватает ни на что, даже на профилактические работы, на структурных важных объектах, то, в принципе, любую аварию можно, если не спровоцировать, то, во всяком случае, даже инспирировать. Исходя из этого, безусловно, Российская Федерация заинтересована в стабилизации Украины. Это, кстати, является важным ответом на вопрос, почему Россия там поставляла уголь, электроэнергию и всячески поддерживала там отдельное производство, были такие упреки на Украине. Это связано прежде всего с техногенными угрозами, исходящими из Украины. В тот момент, не дай бог, если экономика Украины получит коллапс, и она станет, то внутри самой Украины может развернуться гражданская война всех против всех, а количество боевиков АТО, я не могу их назвать военнослужащими, офицерами ВСУ, это очень такой щекотливый вопрос, я на нем сейчас остановлюсь, но количество оружия на руках, которые получили люди на Донбассе и разъезжаются по всей стране, количество боеприпасов, количество, в общем-то, неуправляемых бандитских формирований таково, что резня может начаться на Украине в принципе по всей территории, даже на Западной Украине. И вот это тоже является большой гуманитарной проблемой. И вот в связи со всем этим возникает вопрос, что можно сделать у нас с нашей стороны для того, чтобы ситуацию стабилизировать на гуманитарном, информационном уровне. И вы знаете, наши телезрители предлагают несколько сценариев, первый из которых я хочу озвучить, но он, конечно, структурный и важный с точки зрения государствообразующих таких моментов. Дело в том, что за последние два года на территории Украины не вещают каналы, непосредственно обращенные к народу. Ну, я имею в виду, что киевские каналы вещают свою политику, они, собственно говоря, отражают мнение людей, захвативших власть в результате государственного переворота. По интернету можно видеть отдельные новости первого канала России, России-24, НТВ и так далее, и так далее. Особенно ток-шоу. Они пользуются популярностью на Украине, люди их смотрят. Но в целом, это все каналы получаются официальные, государственные, они как бы все равно проходят через прокладочку государственной политики. А вот каналы, которые бы обращались непосредственно, например, к жителям Одесской области, Винницкой области, Запорожской, Днепропетровской, Минуя, Киев. И чтобы спикерами на этих каналах были выходцы из этих регионов, причем эти люди должны быть русофилами. Даже дело не в русофильстве, дело в том, что должны быть люди, государственники, которые понимают, что, например, ликвидация концерна Антонов, это не является национальными интересами Украины. Встречать Новый год на Соломе и всячески подчеркивать сельскохозяйственный характер Украины, это понижать ее капитализацию. Это значит вести ее к банкротству, для того, чтобы все эти черноземы забрали какие-то безымянные или даже имянные транснациональные корпорации, банковские холдинги. И чтобы население, уже начавшее стремительно сокращаться, вообще было вытеснено с этих территорий. И эта территория была освобождена для заселения людьми, которые на самом деле предчувствуют, что похолодание и вот это вот понижение температуры гольфстрима в конце концов может Европу и заморозить. И вот это вот климатическое давление на Запад вкупе с тем, что они сделали в Югославии, потом они это делают в Сирии, в Ливии. И вот сейчас на Украине, а Украина это ключевой узел, это предполье России, это все технологии, все управленческие задачи, которые они решают на Украине, они в конечном итоге связаны прежде всего с тем, что Россия, основной противник Запада, находится вот буквально вплотную. И вот исходя из всего этого, телезрители нашей программы предложили обратиться ко всем заинтересованным лицам, людям, с предложением рассмотреть вопрос о том, чтобы спутниковые каналы, некоторые, которые уже существуют на спутниковых группировках, там, Триколор, НТВ+, ну, на Украине действительно люди смотрят российские каналы сейчас через тарелки, чтобы появились достаточно недорогие каналы, новостные, с документалистикой, с аналитикой, которые бы вещали на несколько культурно обособленных, экономически обособленных регионов Украины. Это, безусловно, при Черноморье, от Азовского моря до Одессы, это, безусловно, Наднепрянщина, от Запорожья до Киева, до границы с Белоруссией, это Житомирская, Хмельницкая области, Западная Украина и Слобожанщина. Вот такие вот регионы, они на самом деле требуют общения, они требуют информирования, и то, что, например, даже наша программа «Информационная война» в принципе имеет определенное значение для Республики Крым, вот такие же продукты нужно давать людям, живущим на этих территориях. Это точно понизит степень бандеризации, это точно станет темой для обсуждения на кухнях, пусть даже между собой, особо не вынося эти тезисы на всеобщее обозрение, чтобы СБУ там не вмешивалось, но эта часть работы, она необходима, потому что люди, они, в общем-то, все спрашивают «покажите командира». Украина, по большому счету, она-то ведь не в социальных сетях, не в сайтах, там, где журналисты работают. Украина, она сама себе внутри, это знаете, украинец, это человек сам себе на уме. Это даже с точки зрения экономического уклада. Россия более северная страна, урожайность меньше, поэтому строй более общинный. На юге урожайность больше, достаток выше, соответственно, больше индивидуализм. Люди в себе держат массу информации, переживаний, и до них достучаться, рассказать им картинку мира, рассказать им картинку будущего, предупредить их о рисках, которые, например, стоят перед Украиной в связи с тем, какие планы осуществляет коллективный Запад в отношении этой страны. Это нужно сделать уже сегодня. И с этой точки зрения возникают следующие вопросы. Понятное дело, спутниковая группировка, запуск таких каналов, это вопрос во времени может быть растянутый, но уже сегодня, я думаю, что нужно изменить вообще наш подход к общению с украинцами. Два года мы с ними спорим, иногда до хрипоты, иногда до того, что мы друг друга баним и перестаем общаться. То есть, мы занимаем позицию или-или. Либо мы правы, либо они правы. На самом деле, в этой ситуации или-или не работают. Потому что, если и они не правы, и мы не правы, то на самом деле, та же техногенная катастрофа, та же война всех против всех, та же резкое понижение населения Украины не только из-за коммуналки, а и, например, из-за боевиков, которых из территории Турции через Одесские порты завозят в Причерноморье. Это тоже очень большая угроза. В этой ситуации или-или нужно исключить напрочь, занять позицию родственника, занять позицию человека, который по факту имеет точно такие же имена, фамилии, отчество. Мы-то на самом деле практически ничем не отличаемся ни внешне, ни по написанию наших имен и так далее. Это родственные народы. Пусть кто-то считает в меньшей степени братья, пусть кто-то считает в большей степени братья, но это намного ближе, чем, например, украинцы и немцы, украинцы и англичане. Соответственно, нужно занимать позицию такую, как вот одна женщина у нас записала видеоблог и прислала его к нам в студию. Я его сейчас показать не могу, но она, в общем-то, обратилась к своим родственникам из одной области Украины, которые должны были приехать на свадьбу, и она к ним обратилась просто по-человечески, по именам, рассказала, что происходит в Крыму, рассказала, что на самом деле крымчане не исповедуют ненависти, не желают зла и не хотят войны. И предложила просто подумать о том, чтобы и они со своей стороны перестали вот кормить вот этого зверя, который исповедует ненависть, желание закопать этих колорадов, ватников, ну, то есть ретранслировать все то, что загружает украинский телевизор. Вот эта позиция, вот эта тональность общения, она должна быть сейчас ключевой, потому что по большому счету все понятно относительно того, что украинцы реально допустили Майдан. Если посмотреть на белых воротничков, на предпринимательское сословие Киева, которое носило еду там на Майдан, чай там и так далее, и так далее, и всячески его поддерживало, а сейчас обрушило свои бизнесы, понизило свою капитализацию и уже кусает локти. Понятное дело, вина этого сословия безусловна. Есть вина сословия офицерского, которое вообще-то после государственного переворота должно было исполнить присягу и всячески отказываться выполнять преступные приказы мятежников, захвативших вооруженным путем органы власти. Но этого же тоже не было сделано. Офицеры пошли за теми же печеньками, построились в ряды и пошли стрелять в Донбасс. Тоже есть ответственность. Но даже с этой точки зрения, если взвесить на весах, что можно потерять всему русскому миру, то надо исходить из того, что ответственность каждому воздастся по-любому, при любых раскладах. Но сегодня надо исходить из того, что на территории Украины живет по-прежнему 30 миллионов русских людей. Эти люди говорят на русском языке. У них русские имена и фамилии. Даже если это представители других народов. А Украина точно так же, как и Россия, многонациональная страна. Это люди, которые между собой говорят на русском языке. Так вот, эти русские люди, в данном случае прилагательные, это люди, которых на свете не так много. Нас, говорящих на русском языке, вот уж даже полмиллиарда не набирается. И это не значит, что нам не нужно беречь русскоязычных людей. Даже в том случае, когда их там совратили, соблазнили, показали пару печенек на Майдане и, собственно говоря, заставили обрушить свое государство. Исходя из этого, общаться с ними надо ровно. И надо им предлагать сценарии того, как из этой ситуации выйти с наименьшей степенью кровавости. Вот, собственно говоря, ключевая мысль, которую я хотел сегодня рассказать, она напрямую следует из пресс-конференции Сергея Викторовича Лаврова, который подвел итоги внешнеполитической деятельности Российской Федерации в 2015 году. Он коснулся и украинской диаспоры в Канаде, и он коснулся множества других вопросов. Наша с вами задача, понимая, что на верхнем этаже, на этаже уровня Министерства иностранных дел работа ведется очень активно, нужно подставить плечо на нашем нижнем уровне от земли и начать общаться не агрессивно, не спорить и понимать простой факт, что оболванивание, бандеризация украинского населения длилось десятилетия. За один разговор, за один диалог исправить ничего невозможно, но если поставить себе задачу, хотя бы за 9 месяцев, хотя бы за полгода, вести плановерную, не агрессивный диалог с украинцами о картинке будущего, то можно сделать так, что Украина выйдет из этой ситуации с минимальными потерями. В эфире была информационная война. Спасибо за внимание. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова